Религиозные экстремистские идеологи Мы продолжаем серию специальных расследований в отношении наиболее опасных проповедников терроризма и религиозного экстремизма. В данном выпуске мы осветим, как под видом благотворительности так называемые беженцы кормят настоящих джихадистов. Два года назад российские журналисты раскрыли схему финансирования международного терроризма. Как оказалось, экстремисты хорошо замаскировались за благими делами. В Москве, Дагестане, Чечне и Ингушетии была раскрыта сеть теневого финансирования. Исламское государство и джихад анну финансирование шло по линии сбора оказания материальной помощи, так называемого садака, предписанного Кораном и Сунной. Имя организатора всей преступной схемы – Исраил Ахмеднаби, он же Абу-Умар Сосетлинский. В 2014 году Сосетлинский уехал из России в Турцию, где в городе Елова открыл исламский культурный центр. В последующем – ставший ключевым звеном в финансовой схеме террористов. Руководителем центра был назначен земляк Сосетлинский – псевдопроповедник Магомедов Абдула Костякский. Костякский родом из дагестанского Хасавьюрка, 1975 года рождения, на национальности даргинец. Приобщился к салафизму в Сирии, где, по его словам, он обучался исламским наукам с 1994 по 1999 год. Примечательно, что до переезда в Турцию Костякский успел стать так называемым шариатским судью. Известный и запрещенный в России организацией «Имарат Кавказ». «Имарат Кавказ» или «Кавказский Эмират» – решением Верховного Суда Российской Федерации признан террористической организацией. Его деятельность была запрещена на всей территории Российской Федерации. Костякский является учеником известного идеолога джихадизма наших дней – Абу Мухаммада Аль Макдиси. Поступил в исламский институт под названием «Шейх Бадруддин Аль-Хасани» и учился в этом институте и закончил через курс. Абу Мухаммад Аль Макдиси. Настоящее имя – Исам Мухаммад Тахир Аль-Баркауи. Ярданский олим палестинского происхождения – проповедник радикального салафизма. В вузах, в Сириске, там, смещенном салафийским акидом, я прошел в Шаме, будучи в Шаме. Получив сомнительное образование, Костякский с легкостью принялся издавать фетвы по самым различным и серьезным вопросам религии, заменив себя богословом мирового уровня, чем вызвал возмущение в исламском научном мире. Для авторитетных ученых он все еще остается человеком с поверхностным пониманием религии. Многие его ответы противоречат явным доводам Корана и Сунды. Без дела Костякский долго не остается и постоянно дает о себе знать. Недавно он высоко оценил общественную работу оппозиционного властям Чечни блогера Тумсо Абдрохманова. Даже назвал блогера муджахидом и участником джихада, так как якобы воюет против тиранов слова. К слову, Абдрохманов призвал знающих арабский язык жителей Чечни переводить отдельные богословские высказывания главы республики Рамзана Кадырова и духовенства, которые вызвали неоднозначную реакцию внимания со стороны богословов Саудовской Арабии. Абдулла Костякский в порыве своих выступлений умудрялся не раз высказывать критику в адрес Саудовской Арабии. Выносил такфир. Обвинение в неверии нынешнему даже королю и всему руководству Саудовской Арабии. Из-за таких высказываний выскочку проповедника ученые королевства не раз вызывали на научный диспорт. Однако он всячески избегает публичного спорта. Видимо, понимает, что победить истинных богословов он не сможет. В настоящее время Абдулла Костякский объявлен Российской Федерацией в международный розыск. Однако, надежно укрывшись в одной из ближневосточных стран, радикальный идеолог продолжает активно выступать с лекциями в социальных сетях. Многие правоверные мусульмане, которые его слушают, могут даже не понять, как попадают под экстремистскую риторику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова